Дэнни Дэнзонгпа Наиболее известный как «Семь лет в Тибете», где он сыграл вместе с голливудским актером Брэдом Питтом. В 2003 году Дэнзонгпа был удостоен Падмашри, четвертый по величине индийской гражданской награды. Дэнни известен не только ролями злодеев, но и характерными ролями. После 1982 года он стал заниматься пивоваренным бизнесом. Любовь актера к лошадям и верховой езде началась в раннем детстве. Так как его семья занималась коневодством, он стремился вступить в индийскую армию и получил награду как лучший кадет от Западной Бенгалии, приняв участие в параде ко Дню Республики. В интервью он сказал, что получил право на учебу в престижном медицинском колледже Вооруженных сил Индии в Пуни, однако решил поступить в Институт кинематографии в том же городе. Его однокурсница, актриса Джай Абхадури, решила изменить его имя на более простое звучание – Дэнни, так как его полное имя было трудно произносить. Так с тех пор и повелось. Он не только актер, но и певец. Ему довелось спеть слатый мангешкар. Он выпустил непальские песни и пел для нескольких фильмов. Кроме того, он художник, писатель и скульптор. Дэнни женат на Гава, сикимской принцессе и племяннице последнего Чугьял. В настоящее время актер проживает в Джуху, Мумбае. В последнее время он стал избирательнее подходить к выбору ролей. Он не работает в марте, апреле и мае, так как слишком жарко. В выбранных им фильмах он работает на собственных условиях. У него есть сын – Ринзинг и дочь по имени Пема. Димбл Кападия родилась 8 июня 1957 года. Индийская актриса получила широкую известность как исполнительница роли Бобби в одноименном фильме, снятом в 1973 году. После громкого дебюта ушла из кино, выйдя замуж за популярного актера Раджеша Кхану. После расставания с супругом вернулась на экран. Лауреат национальной кинопремии «Филфарм Эверс» за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль по мнению критиков. Димбл Кападия родилась в обеспеченной семье. Отец ее бизнесмен. Карьеру начала в юном возрасте. В 1973 году, когда ей было всего 16 лет, Радж Капур пригласил ее на главную роль в фильме «Бобби», где ее партнером по фильму стал сын Раджа Капура – Риши Капур. Фильм имел грандиозный успех не только в Индии, но и за рубежом. За работу в этом фильме Димбл получила «Филфарм Эверс» за лучшую женскую роль. Однако, несмотря на то, что лента в одночасье сделала Димблу звездой, она оставила кинематограф, и в 1973 году она вышла замуж за известного индийского киноактера Раджеша Кхану. В браке у них родились две дочери – Твинкл и Ринг, которые тоже стали актрисами. В 1984 году Димбл вернулась в кино. В 1985 году она вновь снялась с Риши Капуром в фильме «Море любви». За этот фильм она получила «Филфарм Эверс» во второй раз. В последнее время Димбл исполняет зрелые роли матери или бабушки. Мандакини родилась 30 июля 1967 года в Мейруте. Ее отец англичанин, а мать – индианка. Настоящее имя Мандакини – Ясмин Джозеф. По вероисповеданию христианка, религии ее отца. Окончила английский колледж и неплохо владела английским языком и манерами настоящей леди. Даже хинди порой у нее был с акцентом. Потом решила связать свою жизнь с кинематографом и пошла обучаться на курсы подготовки актерского мастерства при киноинституте. С детства Ясмин мечтала быть актрисой. В 1985 году на всеиндийском конкурсе красоты королевой стала никому тогда еще не известная Ясмин Джозеф, пленив жюри и зрителя небесным взглядом и нежной улыбкой. И тогда случилось то, что часто случается в лоне индийской кинематографии. Когда девушке исполнилось 16 лет, она поехала в Бомбей, где твердо намерилась стать актрисой. Ее заметил и дал ей главную роль в фильме «Ганг твои воды замутились» Радж Капур. Он же сменил ей имя на Мандакине. Она вышла замуж за тибетского врача и стала примерной домохозяйкой. Ее жизнь ограничена семьей. У нее сын и дочь. Метхун Чакраборти родился 16 июня 1950 года в семье, служащего телефонной компании. Метхун старший и единственный сын в семье. Три младшие сестры тоже живут в Индии. Уже в школе мальчик удивлял актерским талантом, участвуя в любительских театральных постановках. После школы образование юношей продолжилось в Шотландском церковном колледже, расположенном в Калькутте, где он обучался по специальности химик. Поступил в Институт кино в городе Пуна. Вначале его отказались принимать из-за низкого сословного происхождения. Но благодаря своему таланту, ярким внешним данным и каризме, ему удалось сдать экзамены, поступить в институт и окончить его золотой медалью. В 1995 году зрительским голосованием журнал «Филл Фарм» признал Метхуна Чакраборти наиболее сексуальным актером. В 1999 году он был занесен в Книгу рекордов как актер, сыгравший максимальное количество главных ролей. К концу 1990 года в Метхун входил в число самых богатых жителей Индии. В это время он попробовал себя в качестве бизнесмена, основав в сети отелей «Монарх». Кроме бизнеса, артист приобрел футбольную и крикетную команды. Долгий период времени актер возглавляет профсоюз кинематографистов. Пребывая на этом посту, он старался помогать бывшим звездам и активно занимался благотворительностью. Еще он регулярно появляется перед зрителями в шоу «Танцуй, Индия, танцуй», где выступает в качестве судьи. Артиста любили в СССР и сегодня сам Чакраборти тепло отзывается о России. Он снялся более чем в 350 фильмах и трижды получал национальную кинопремию за выдающуюся актерскую игру. Первый раз Метхун женился на Хеллен Люк, они развелись. Метхун Чакраборти женился второй раз на актрисе Югити Бали. У супругов есть три сына и дочь, которую они удочерили. Его старший сын Махакшачик Раборти тоже актер. Пэн Тал родился 22 августа 1948 года. Индийский актер и комик. Он начинал как комический актер и перешел к преподаванию актерского искусства. Он много работал не только в многочисленных фильмах, но и на телевидении. Он родился в семье сикхов в деревне Тарн-Таран, которая находится недалеко от Амрицара. Пинджаб. Он прожил свою раннюю жизнь с членами своей семьи Садар Базари Дели. Пэн Тал учился актерскому мастерству в Индийском киноинституте кино и телевидения. А в 2008 году возглавил актерский факультет. Он приехал в Бомбей, ныне Мумбай, в 1969 году. Его сын Хитен Пэн Тал также является актером. От комических ролей Пинджаб перешел к серьезным ролям.